Девушки отдыхают Ей 22 года, а я все еще молодая мама. Но Джен не уникальна. 12-летняя Алиса тоже застыла во времени. Когда врач говорит, что ребенок перестал расти, ты думаешь о худшем. После многих лет неведения родители обратились к специалисту по старению, доктору Ричарду Уокеру. Возможно, мы на пороге открытия причин этого синдрома. Доктор считает, что у девочек редкий синдром, открытый им 10 лет назад и еще не получивший названия. Доктор Уокер, здравствуйте. Здравствуйте. Рада встрече. Взаимно. Если доктору Уокеру удастся доказать, что у всех этих девочек один и тот же синдром, болезни можно будет дать официальное название, а семьи получат диагноз, который до сих пор не мог им предоставить ни один врач. Мне бы хотелось, чтобы врач объяснил, почему Дженни не взрослеет. Возможно, новые данные даст обследование самой молодой пациентке, трехлетней Лейлы. Она сказала, хочу ребенка, который навсегда останется ребенком. Бойтесь своих желаний, потому что... Наша исполнилась. Да. Я никогда не постарею. В штате Колорадо живет Дженнифер Сандаваль. Многие годы врачи озадачены состоянием девочки. Хочет посидеть с мамочкой. Джен – 22-летняя женщина, которая выглядит как ребенок четырех лет. Моя малышка. Начиная с трехлетнего возраста, она перестала меняться и до сих пор выглядит как ребенок. Я не замечала, чтобы Джен взрослела или росла. Я принимаю ее такое, какая она есть. Болезнь повредила мозг девочки. У нее низкий мышечный тонус и слепота. Она почти не открывает глаз. Ее рост – 90 сантиметров. Джен вдвое ниже 20-летней младшей сестры Кирстен. Временами, конечно, бывает тяжело на душе. Иногда я задумываюсь о том, что могла бы прийти к ней за советом старшей сестры, но это невозможно. Хотя Кирстена младше на два года, она еще ребенком обыгнала сестру в развитии. Сейчас Кирстен – взрослая женщина, а Джен с виду такая же, какой была 18 лет назад. У нее нежная детская кожа. Очень нежная на ощупь. Кожа даже прозрачная. Через нее видны крошечные сосуды. И волосы, как у ребенка, очень тоненькие. Зубы у нее коренные, как у взрослых людей. Но они очень маленькие, как и она сама. Пойдем чистить зубки? Хотя Джен и 22 года, она нуждается в постоянном присмотре, как маленький ребенок. Приходится использовать детскую зубную пасту, потому что Джен и не умеет сплевывать. Между 11 и 12 годами у нее выпали молочные зубы. Но с тех пор в организме Джен не происходило обычных возрастных изменений. Не было даже гормональной перестройки в связи с половой зрелостью. Если я вижу... Ладно, ладно, Джен, все-все, ладно, ладно. Все хорошо. Все хорошо. Все. Мы уже закончили. Джен, все хорошо. Мы закончили. Слышишь, мы закончили. Джен сложно общаться с другими людьми, из-за чего она порой расстраивается. В такие моменты Ренея за всех сил старается ее успокоить. Сейчас закатит истерику. Не кусаться. Не кусаться. Слышишь? Все хорошо. Все уже позади. Мы закончили. Уже все. Джен, не кусай себя. Видите ее руки? Когда она расстраивается, очень сильно кусает себя за руки. Видите следы? Она очень сильно себя кусает. Однажды даже мне руку прокусило. А сейчас кусает себя. Долгие годы Рене пыталась узнать, что стало причиной состояния ее дочери. И вот она уже обо всем забыла. Я возила ее в детскую больницу, мы сдавали анализы, но никто так и не понял, почему она не растет. В итоге я решила обратиться к доктору Уокеру. В штате Нью-Мексико живет Алиса. Еще одна девочка, застывшая во времени. Алиса очень жизнерадостная. Все ее любят, потому что она чудесная. Алиса выглядит как пятилетний ребенок, но на самом деле ей уже 12. Задержки в развитии были обнаружены, когда она была еще в утробе матери. Я была на шестом месяце беременности, и врачи сказали, что она перестала расти. Я пришла в ужас. Вернулась домой, разревелась. Когда врач говорит, что ребенок перестает расти, думаешь о худшем? Все были озадачены. Первая беременность Джилл прошла нормально. Она родила сына Нейта. Алиса же перестала развиваться еще в утробе. Ее забрали на третьей неделе, потому что она плохо питалась. В 6-7 месяцев мы заметили, что она не развивается, как обычный ребенок, и вообще не растет. Тогда мы забеспокоились. Мы отправились к неврологу, сделали МРТ, ничего не выявив. Мы отправились к генетикам, чтобы выяснить, какой у дочки синдром. Но они не смогли ответить на наш вопрос. Мы вернулись домой и стали жить. Как обычно, заботились об Алисе. Прошло 10 лет, но диагноз Алисе так и не поставили. А, говорит мисс Пэт. Алиса не ходит, не говорит. Посещает школу для детей с особенностями развития. За многие годы ее учителя не увидели признаков развития. Это наша маленькая Алиса. Она не взрослеет. Недавно мы разговаривали еще с одной парой. У них был годовалый ребенок. Они спросили, сколько лет нашей дочке. Мы ответили, что 12. Они очень удивились, потому что думали, что ей 4 или 5. У нас часто бывают такие разговоры. Мы уже привыкли. Когда ей был год, Алиса говорила «да, да, да, да», но с тех пор не произнесла ни слова. Специалист по старению доктор Ричард Уокер надеется найти причину, по которой эти девочки не взрослеют. Впервые я столкнулся с этим феноменом в 2006 году. Здравствуйте, доктор Уокер. Его назвали синдром Х. Одна из первых пациенток, восьмилетняя Габи Уильямс. Несмотря на возраст, она похожа на ребенка. Затем появились и другие. В последующие годы мне удалось обнаружить еще 7 девочек с подобными симптомами. Пойдем. Если мне удастся доказать, что новые пациентки Джен и Алиса тоже страдают от синдрома Х, мы можем оказаться на пороге открытия причин этого заболевания. Я считаю, что у девочек поврежден ген старения. Он мутировал. И в результате мутаций дети не взрослеют, как остальные. Я попросил родителей отослать образцы крови девочек в высокотехнологичную лабораторию анализа ДНК. Команда ученых исследует образцы и попытается найти общие аномалии или мутации. Задача не из легких, ведь у человека 6 миллиардов генов. Найти среди них поврежденные – это как искать иголку в стоге сена. В штате Колорадо живет 22-летняя женщина размером с ребенка. Пошли. Пойдем. Я тебя держу. Сегодня мама Рене и дочка Дженнифер отправляются покупать одежду. Ну как, готова? Большая. Всего 16 килограммов. Не так-то легко поднимать такую крошку. Все еще помещается в детском автокресле. Дженнифер никогда не вырастала из джинсов, ботинок и туфель. Но в конце концов ты устаешь смотреть на одну и ту же одежду. Нужно покупать что-нибудь новенькое. Голову откинь. Я беру с собой коляску, потому что Джен сложно долго ходить. Джен перестала расти в возрасте 4-х лет. Ее мама и врачи так и не поняли причину такого странного состояния. Она незрячая и очень шумная. Окружающие часто не знают, как на это реагировать. Здравствуйте. Чем могу помочь? Ей 22. Я говорю продавщице, мне что-нибудь для 22-летней дочки. Иногда они пропускают это мимо ушей и, наверное, думают, что я сумасшедшая. И моей дочке не может быть 22 года. Какие у нее размеры? От 4-го до 6-го. Ясно. После анализа крови на ранних стадиях беременности, Рене впервые узнала, что у ребенка аномалии. На 4-м или 5-м месяце беременности я сделала АФП-тест, после которого стало ясно, что Дженнифер родится с неким синдромом. Врачи предлагали сделать аборт или отдать Джен на удочерение. Я не согласилась, потому что нельзя отказываться от своего ребенка. Пусть и такого необычного. Вам в этот отдел... Вам нужно что-то, что напоминает взрослую одежду, да? Сложно удержаться, чтобы не одевать ее, как малышку, потому что она выглядит года на 4. Это 5-й, такой размер ей подойдет. В таком можно и на Луну. Очень мило.